По стопам тринадцати ассирийских отцов Третья серия Шиом Луна Давным-давно, 1600 лет назад, дороги этой тут не было. Был дремучий лес с дикими животными, лесные тропы, оставленные охотниками, и одинокий инок, бледущий в поисках убежища в пещерах. Звали Инока Шио. И было над ним из тринадцати ассирийских отцов, что пришли в Грузию укреплять веру христианскую, принесенную святой Нино. Сейчас тот монастырь Шиом Гумелли. Шиом Гумелли родился в конце пятого века в Антиохии, в Сирии, в семье богатых родителей. Родители сами занимались образованием сына, и к 16 годам Шио прекрасно изучил Библию и священные тексты. А когда в Антиохию пришел посвятитель святой Иоанн, двадцатилетний Шио принял монашество. Спустя двадцать лет Шио последовал за своим учителем в Грузию, став одним из двенадцати избранных учеников. Когда святой Иоанн по откровению Богородицы отправлял своих учеников по разным краям Грузии нести Слово Божие, святой Шио, любивший уединенную жизнь, попросил своего учителя благословить его на отшельничество. Он отправился на запад от города Мцхета в непроходимые из-за дремучих лесов места. Над отвесной скалой крутого берега Куры Шио нашел тесную пещеру, там он поселился. Не беспокоясь ни о пище, ни о питье, ни о каком-либо учащении человеческом. Существует легенда, что еду Шио приносил в своем клюве голубь, и как-то раз начальник крепости Наздаки по имени Эвагри последовал за этим голубом и нашел пещеру. После беседы Шио Эвагри раздал свое имущество бедным, отошел от мира и поселился в пещере рядом с Шио. С этого времени имя святого Шио стало широко известно во всей окрестности, и к нему потянулись ученики. Как-то раз Шио увидел одного монаха, который нес воду в кувшине и, упав на землю, разбил кувшин, пролив воду. Глубоко огорченный он стоял над разбитым сосудом и горько плакал. Святой Шио обратился к печальному брату, сказав, «Бог за твои слезы и благочестие на этом месте через ангела источил воду. Ее достаточно будет для всей братьи». Так появился источник слез, который существует до наших дней, правее входа в монастырь. Источник заполняет одну бутылку каждый час, и, согласно легенде, он чудотворный и лечащий от многих заболеваний. Когда братья спросили у святого Шио позволения построить церковь, Шио взошел на вершину горы, где молился Богу, прося указать на место для храма. После молитвы он положил угли на ладонь левой руки, ознаменовал углекрестным знамением и велел инокам поднять к небу руки и петь «Кирия Элейсон, Господи помилуй». Дым от курящего села Дана поднялся высоко вверх, пошел с востока на запад, а затем опять поднялся в вышину. Святошь Шио поспешил на то место, где дым поднялся в высоту, взял кирку, три раза ударил по земле и повелел строить на этом месте церковь. Когда было окончено строительство храмов, Эвагрий уведомил царя и просил осветить их. Царь Парсман VI, Иоанн Задазнели и другие святые отцы отправились с верможами в обитель. Католикос Маккарий Сапиископ, преми в течение недели, осветил разведенные храмы. Затем царь и все собрание просили святого Шио, чтобы он принял на себя сан пресвитера. Однако Шио решительно отклонил эту просьбу, решив оставшиеся ему дни провести в затворничестве. Получив благословение и оставив ученикам 160 поучений, Шио отправился в пещеру. По преданию, затворничеством святой Шио достиг совершенства великих подвижников. Он оканчивал земную жизнь, сохранив веру и душу свою. Преподобный Шио завещал, чтобы тело его было оставлено в той же пещере, где он окончил последние дни своей жизни. Продолжение следует...